Друзья, здравствуйте! Сегодня отвечаю на вопрос о том, как не повторять судьбу родственников, и в частности мамы. Такой вопрос вы мне оставляли, вот на примере этого вопроса разберу эту тему. Хотелось бы обсудить этот вопрос, хотелось бы обсудить тему, похожей судьбой мамы, когда дочь начинает повторять судьбу матери в мельчайших подробностях. Как повернуть вспять этот путь? Если мы возьмем и проанализируем жизнь нескольких поколений одного рода, мы увидим, что повторения есть. Иногда это буквальные такие вот очень яркие повторения, которые кажутся какой-то магией, когда, например, все женщины в роду в одном и том же возрасте выходят замуж, один и тот же тип мужчин, в одно и то же время рожают детей, возраст совпадает, в том же возрасте, например, заболевают тем же, той же болезнью и умирают. Вот все это буквально повторяется. Иногда это не столь явное повторение, больше какие-то нюансы, но повторение есть всегда. И сейчас очень часто к психологам приходят клиенты вот с таким запросом, что я понимаю, что я повторяю судьбу мамы или папы, или бабушки, или дедушки, еще кого-то, и я не знаю, что с этим сделать, я не хочу, но вот как-то так получается. Как с этим быть, как это изменить? И действительно мы можем это менять. Да, это внутренняя работа, она требует определенного ресурса эмоционального, но это то, что действительно мы можем делать и выходить из вот этого замкнутого круга некой такой семейной кармы. Что для этого нужно? Для того, чтобы из этого круга выйти, необходимо понимать механику, как этот круг формируется и начинает работать. Как происходят вот эти вот повторения, за счет чего это происходит? В этом смысле психология отвечает так, что повторение, сценарий, повторение судьбы с поколения в поколение в роду происходит через передачу состояний внутренних, то есть через проживание разными поколениями одним и тех же внутренних состояний. Как это связано? Смотрите, в зависимости от того, какое состояние сейчас у вас внутри, а что такое состояние, да, ментальное, внутреннее, эмоциональное, это все синонимы, что такое состояние? Состояние – это комплекс мыслей, чувств, ощущений в теле, образов, в данный момент времени. Это формирует ваше внутреннее или ваше ментальное состояние. Каждую секунду, в каждый момент времени оно какое-то у вас есть, пока вы живы. Так вот, в зависимости от вашего состояния у вас есть определенные мысли, вы какую-то видите часть реальности, да, если... Ну, очень просто, если у вас хорошее настроение, вы видите больше хорошее, а если у вас плохое настроение, вы видите больше плохого, ну, это если очень на пальцах объяснить. В зависимости от того, что вы видите, вот из этого вы можете выбирать, например, если условно, да, у вас состояние, что я неудачница, вы будете видеть свои неудачи, и, соответственно, дальше, в будущем будете получать подтверждение этому. Если у вас состояние, условно, я победитель, я все могу, вы будете видеть другую часть реальности, другие возможности, вы будете по-другому реагировать, делать другие выборы и получать другие результаты. Вот вам принцип формирования того, как внутреннее состояние формирует внешнюю реальность. Я называю это принципом первичности ментального состояния, то есть когда ваше состояние начинает вот через цепочку восприятия, выборов, реакций, действий, формировать внешний результат. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, как происходит повторение судьбы из поколения в поколение, происходит через то, что идет передача состояния, и одно и то же состояние проживают разные люди, и оно начинает формировать вовне. Иногда одни и те же события, иногда разные по форме, но одни и те же по сути. Например, состояние унижения. У одной женщины это привело к формированию каких внешних событий, например, создание таких отношений, внутри которых много конфликтов, ссор и так далее, и из-за этого женщина часто чувствует унижение. У другой женщины тоже состояние унижения привело к тому, что сформировалось внешний результат такой, например, что у нее нет денег постоянно, из-за этого она чувствует унижение. То есть это пример того, как одно и то же состояние формирует разные по форме, но одни и те же по сути внешние декорации. А иногда декорации одинаковые. Вот таким образом происходит повторение. Еще раз, в каких-то семьях оно выглядит буквальным, это вот когда декорации буквально повторяются. В каких-то семьях это не выглядит буквальным повторением, но вот по сути, по смыслу, по сущности судьбы повторяются, потому что проживаются одни и те же состояния постоянно. Каким образом происходит вот эта вот передача состояний? Когда ребенок в детстве наблюдает определенное состояние у людей, которые его окружают, внутри него начинает формироваться готовность принимать, готовность переживать эти состояния. То есть состояния сами по себе, они ничьи, они просто есть. Карл Густамин говорил об архетипах, как объективно существующих, они просто есть в коллективном бессознательном. Вот эти вот состояния, образы различные и так далее. И каждый человек, он какие-то состояния, какие-то образы принимает и готов проживать. И здесь вопрос, какие образы, какие состояния, от чего зависят, какие именно, какую часть состояния и образы человек готов принимать. Это зависит от личной истории, от того, что он наблюдал в своем детстве. Соответственно, если мы отвечаем на вопрос, как повернуть вспять этот путь повторения судьбы, то работать нужно с состояниями. Нужно осознавать, понимать, какие состояния, например, мамы, вопрос был про то, как не повторять судьбу мамы, какие состояния внутренней матери вы проживаете, и эти состояния нужно менять. Каким образом это определить? Моя рекомендация, как всегда, лучше это делать с профессиональным психологом, но что можно сделать самостоятельно? Подумайте, вспомните три самых ваших ярких воспоминаний о маме. Дальше. В каждом из этих воспоминаний, в каждом поработайте таким образом. Опишите, как вам кажется, как чувствовала себя тогда ваша мама. Но с точки зрения не анализа вашего сейчас, а вот с точки зрения той девочки, которая наблюдала эту ситуацию. Как тогда вам казалось, как ваша мама себя чувствовала в этой ситуации? Это первый момент. Второй момент. Как чувствовал себя человек, который еще был в этой ситуации? Это могли быть вы, это мог быть, например, вы наблюдали конфликт мамы и папы. Вот важно увидеть пару состояний, пару образов, потому что у нас внутри состояния всегда, они находятся в связке, в некой паре. И для того, чтобы поменять, трансформировать состояние, нам всегда необходимо работать с парой. Поэтому вот три ситуации вы взяли, и в каждой ситуации найдите пару образов, пару состояний. Например, еще раз, одно из таких ярких воспоминаний, это сильный конфликт между мамой и папой. И как вы тогда видели их? Например, вы видели папу каким-то таким агрессивным, плохим, злым, уничтожающим, еще каким-то, а маму, несчастной, беспомощной, какой-то еще. И вот две этих пары состояний, они, скорее всего, тоже вами проживаются. Каким образом? Вы можете так себя чувствовать, либо вот такой злой, уничтожающий, либо несчастной, беспомощной. Вы можете это наблюдать во мне. Например, вы так видите в какой-то ситуации вашего ребенка и его учительницу. А в какой-то ситуации вы видите так свою начальницу и какую-то сотрудницу. И каждый раз, когда у вас внутри включаются вот эти состояния, неважно, вы себя идентифицируете с ними, что это я переживаю, или вы видите это в других людях, вы так воспринимаете фильмы, вы так воспринимаете книги. Каждый раз внутри эти состояния начинают оживать и влиять на то, как складывается ваша внешняя реальность. Еще раз, какое состояние, такие мысли, такой кусочек реальности мы видим, такие выборы возможностей мы видим, такие приоритеты у нас, дальше такие действия и такие результаты. Поэтому может показаться, что с того, что я воспринимаю своего ребенка как жертву, а учительницу как агрессора, как это влияет на то, что я повторяю судьбу мамы. А вот так вот влияет, через состояние. Если сделать такое резюме, то первое, что важно понимать, механизм повторения, как мы можем повторять судьбу, механика, как это работает. Через привычку переживать определенное состояние. Это привычка на уровне тела. Дальше эти состояния через наши мысли, выборы, действия и так далее создают внешний результат. Поэтому для того, чтобы не повторять судьбу, необходимо менять состояние. Осознайте через упражнение, вот три пункта, какие ключевые состояния вы видели в детстве, вам по крайней мере так казалось, что мама так переживает. И это состояние должно быть в паре с другим состоянием. То есть пара должна быть в себе. И дальше осознавайте, как эти пары состояний начинают включаться в вашу жизнь. И не входите туда. Если вы себя поймали на том, что вот таким образом вы через призму этих состояний опять видите мир, говорите себе «стоп», это включились вот те старые состояния, которые и создают в моей жизни повторение нехороших жизненных сценариев. А на этом все. Пишите свои вопросы, размышления, какие-то инсайты, возможно, под видео. И в следующих выпусках мы эту тему продолжим, если она будет вам интересной. Субтитры сделал DimaTorzok